Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, тема моего доклада использование озонотерапии при хронических облитерирующих заболеваниях артерий нижних конечностей. Проблема хронических облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей или хазанка остается достаточно актуальной до настоящего времени. Так, по данным академика Покровского, до 19% старше 55 лет страдает хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей. Они же являются причиной большого числа ампутаций до 10%. Целью исследования явилась улучшить результаты лечения при использовании озонотерапии в комплексном лечении хронических облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей. Критерии включения в исследование были следующими. Наличие хронической ишемии третьей стадии по Покровскому. Отсутствие воспринимающего русла, то есть эти пациенты не подлежали оперативному лечению и им оставалось надеяться только на консервативную терапию. Также отсутствие хронических заболеваний в стадии обострения. Исключались из исследования пациенты, у которых так или иначе выявлялась никотинозависимость или курилик. Также у пациента на том или ином этапе лечения, неважно где у нас или в другом лечебном учреждении, была выполнена ампутация и наличие сахарного диабета. На данном слайде представлена классификация Покровского. Третья стадия. Пациенты не могли ходить больше 25 метров. В исследование было включено 154 пациента с третьей стадии. Из них преобладали облитерирующий атеросклероз, 126 пациентов. Меньше, значимо меньше были пациенты с облитерирующим эндертеритом. В первой группе это 77 пациентов, в котором проводилась озонотерапия плюс традиционное лечение. Традиционное лечение включало в себя дезагреганты, также синтетические аналоги простагландина Е. Частота госпитализации составляла 2 раза в год. И вторая группа проводилась только традиционное лечение. У нас использовались изонаторы «Медозонс» и «Гокс» и «Лепсэм». Параметры озонотерапии представлены на слайде. Курс составлял 10 процедур. Концентрация озона в растворе 0,74 г на литр. Концентрация на выходе из аппарата 5 мг на литр. Барботаж 20 минут. Были получены следующие клинические результаты. Оценивались увеличение дистанции безболевой ходьбы, уменьшение зябкости конечности, уменьшение не менее конечности и повышение кожной температуры. В первой группе все указанные параметры были лучше, однако наблюдалась лишь тенденция к увеличению достоверного различия. Здесь, к сожалению, нами получено не было. Дистанция безболевой ходьбы максимально увеличивалась до 150 метров. Но в дальнейшем, к следующему курсу озонотерапии, все возвращалось на круги своя. То есть и составляла она не больше 25 метров. Оценивался также лодыжечный плечевой индекс. До лечения он в обоих группах составлял 0,39. После лечения в первой группе, где применялась озонотерапия, также наблюдалась тенденция к его повышению. 0,47 значение было. Во второй группе 0,43 также имела место тенденция, достоверных отличий не было получено. Кроме того, нами исследовалось микроциркуляторное русло на аппарате ЛАК-001. Здесь представлен один из множества показателей индекс эффективности микроциркуляции. Здесь получены значимые достоверные отличия. Микроциркуляция исследовалась при поступлении. Исходный уровень индекса эффективности микроциркуляции составлял 0,8. И при выписке в первой группе составлял 1,2. Во второй группе, где имело место только традиционное лечение, достоверно ниже. К нами были получены следующие результаты. Результаты оценивались в течение 5 лет. То есть наличие атрофических язв или атрофических расстройств в первой группе было достоверно ниже, нежели чем во второй группе. В первой группе частота атрофических расстройств составила 28,6%, во второй – 37,7%. Число ампутаций также в первой группе было достоверно ниже, составило 6,5%. Во второй группе выше составило 10,4%. Таким образом, применение озонотерапии в комплексном лечении хронических облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей позволяет улучшить результаты лечения, на наш взгляд, через воздействие на микроциркуляцию, а также позволяет снизить число атрофических расстройств и ампутаций у данной категории больных. Спасибо за внимание. Спасибо за доклад. Вопросы, пожалуйста. Клавдия Николаевна, пожалуйста. Еще раз, Клавдия. На двух играх, Клавдия Николаевна, работали. Введение озонированного физраствора осуществлялось непосредственно в этом же процедурном кабинете. Ну, минуты две может. Может, я потому что посмотрела, что в растворе у вас уже небольшая была концентрация. Пока вы 20 минут водите, она же до нуля уже сходит. В условиях процедурного кабинета, то есть палата у нас сестра не носила. Нет, я понимаю, но все равно за 20 минут концентрация сводится к нулю. Кроме того, темный пакет одевали. А, это без разницы. Тут свет не влияет. И это все связано с тем, мне кажется, что у вас был бы гораздо лучший результат, если бы вы работали на трех иглах. Хорошо, мы учтем. Мы же очень много этих работ провели, и у нас известная уже работа, защищенная кандидатская, Светлана Павловна Лехиной, которая работала с такими больными, и прекрасные результаты были. В общем, мне показалось, что у вас хуже гораздо результаты, и мне кажется, вот это связано с дозой озона, которую вы вводите. Все равно ее надо больше вводить. Вот вы подумайте об этом, да, как-то там. Может, у вас возможность будет работать на трех иглах? Ну, для этого нужно медперсонал. У нас, к сожалению, дефицит. Ну, как-то вы же все равно не сами это делаете. Все равно же медсестры у вас делают. Ну, так и чего там. Это просто вот мое мнение. Я вас вопросы биохимические вам не задаю. И там ошибочка на слайде. Там в газовой фазе в миллиграммах озон поступает, в раствор, а в самом растворе в граммах он оказался. А 0,7. По цифрам меньше, там 1,5 почти что. Ну, правильно получилось-то у него. Но только миллиграмм в растворе-то должно получиться. Миллиграмм. Еще вопрос, пожалуйста. Клава Николаевна, конечно, заметила вот этот вариант. Пока вы капаете, там никакого озона уже нет. Абсолютно. Он быстро летучивается, разлагается. Ну, Клава Николаевна вот рекомендует триглы. Вы вводите внутривенно. Не дай бог проспит ваша медсестра. И куда пойдет весь этот газ? В легкие имболии. Поэтому не надо этого делать. Важна концентрация. А как вы ее достигнете? Это другой вопрос. Вот. Ну, и в этих ситуациях, мне кажется, надо вот... Товарищи в президиуме сидят, они этим делом занимались. В артерию надо вводить, наверное, да? Тогда лучше эффект будет. Или пункции связаны с трудностями пункции артерии, да? У нас внутриартериальный опыт при вновь на воспалительных заболеваниях был, при тяжелых. То есть там вводили, здесь нет. То есть возможности у нас есть вводить, то есть... Ну, лучше бы, наверное, эффект был. А вот те концентрации, которые вы здесь приводите, они практически там... Никакого озона абсолютно нет. Пока вы капаете. То есть в сосудистый русло уже ничего не поступает. Вот даже вот мы капаем большую концентрацию, да? Вот здесь вот вена, а здесь уже озона нет. Абсолютно. Там озониды какие-то или активные формы кислорода, о чем мы там говорим. Спасибо. Евгений Милович, вопрос. Да. Знаете, вот разные точки зрения есть, и все, как говорит Владимир Ильякович, и все. Очень много разных точек зрения, но я хочу и свою тоже высказать точку зрения. Потому что вот вы барботировали физраствор с какой концентрацией? На выходе из аппарата 5 мг на литр. 5 мг на литр. Я могу сказать, сколько у вас будет к моменту инфузии. Будет полтора, если физраствор хороший. Потому что еще и плохо будет. Мерили, 0,64. Я потратил 10 лет на все эти измерения. И могу... Вот все мои слова сподлинным верные. Я вам скажу, если физраствор хороший, ну что значит хороший? Бог знает. Ну вот, который озонируется. И потому что далеко не каждый физраствор озонируется. Это при скорби мы можем сказать, но вот такой факт. Но если физраствор хороший, если вы дуете 10 мг на литр, через 10 минут у вас концентрация будет составлять 25% от концентрации в газе. То есть если 10, значит будет 2,5. Если 5, будет 1,5. Вот. И конечно после этого через систему. Но это смотря с какой скоростью капли. Тоже есть вопрос. Ну, мы говорим о концентрации в самом флаконе. Потому что дальше, ну, о чем мы будем говорить? Мы не знаем. Если во флаконе вы барботируете... Скоро Николаевич, барботируем 5 мг, получаем 1,5. Вы сразу встанете с этим спорить? Если встанете, я вам докажу, что это правда. 1,5 именно будет миллиграмма, 1,5 или 1,8. После этого эта концентрация начнет экспоненциально уменьшаться. Какова причина? Термическое разложение. Раз. Второе. Когда мы работаем на двух иглах, вот как товарищ говорил, то мы что делаем? Мы сначала озонируем, а потом дезонируем воздухом, который поступает с воздушки. Правильно? Или нет? Ну, а что тут скажем? Ну вот. Вот эти вот конкуренции, этих двух факторов и есть сущность вот этого метода двух иглах. Есть решение, простое. Каждый может это сделать. Есть два варианта. Мы делаем специальный модуль, который поддерживает концентрацию, причем без всякой электроники. Или вы можете без всякого модуля взять просто небольшой пакет, в который будет поступать вот этот у вас озонокислородная смесь, и подсоединить его к воздушке. И тогда туда не воздух будет поступать, а озон. И если вы сделаете концентрацию в газе в 8 раз больше, чем ту, которую вы хотите получить в физрастворе, то у вас концентрация не будет изменяться. Уклана Николаевна меня не слушает. А это очень важно. Так. Не, ну правда, тут на самом деле очень много таких есть вопросов, которые кажутся, ну, такими отчасти мистическими. На самом деле у них нет ничего мистического. Нужно только правильно подойти к метрологии, и вы получите правильные результаты. Полтора миллиграмма у товарища работает? Работает. Причем, мы видим, прекрасно работает. Кормят. 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 Еще вопросы будут, пожалуйста. Только внутривенно в данном исследовании. При наличии трофических расстройств мы, безусловно, используем местное. Самый лучший результат получается при лечении вот эндортериитов, это введение газовой смеси в поясничную область, подколенная ямка, икроножные мышцы и межпальцевые промежутки. Тогда эффект наиболее быстрый достигается и длительный. А самый лучший, вот на мой взгляд, эффект лечения эндортериитов и полиэнеропатии, допустим, диабетической, алкогольной, это ультрафиолетное облучение крови и вот введение газовой смеси в активные точки. Вот поясничная область, подколенная ямка, икроножные мышцы и межпальцевые промежутки. Поясничная область согласен, в конечности не очень согласен, потому что там исходно имеются трофические расстройства, и не дай бог какая-нибудь инфраструкция. А вот как раз введение в конечные точки, межпальцевые промежутки, сразу больные на этой процедуре отмечают потепление ноги, улучшение трофики наступает, кожа розовеет, и уже снимается боль. Спасибо большое за интересный доклад и за полноценный ответ.